Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Стоянка запрещена. Пять эвакуаторов убирают с городских улиц до 50 неправильно припаркованных автомобилей в сутки. Хватит мусорить. Жалобы на вывоз бытовых отходов стоит пересмотреть. Стихийные свалки у лесополосы – дело рук самих анапчан. Платить или не платить. Причины задолженности по зарплате обсудили на краевом селекторном совещании. Подводный мир большого утриша. Море глазами дайверов. Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии объединяет миллионы поклонников спорта. У анапчан двойная ответственность. Болеет за сборную России и за футбольный клуб Анап. С началом курортного сезона в Анапе заметно прибавилось количество автомобилей. Неправильно припаркованные машины с городских дорог убирают пять эвакуаторов. Три из них – новая спецтехника. На штрафстоянку каждый день вывозят до 50 машин. Все чаще водители стали парковаться, не соблюдая норм и правил. А с наступлением курортного сезона таких нарушителей в Анапе становится больше. Сотрудники транспортного управления совместно с сотрудниками ГИБДД обеспечивают в Анапе беспрепятственный проезд автомобилей. Дополнительно привлечены к работе три новых эвакуатора. Они используют метод частичной погрузки. Это особый вид дорожной спецтехники, выполняющий эвакуацию транспортных средств путем поднятия и закрепления их передней или задней оси на раме. Данный метод сокращает время погрузки автомобиля-нарушителя примерно до пяти минут. Не только в городе и поселок Витязева сейчас отрабатывается у нас. То есть все курортные места, где постребована, так сказать, данная услуга. Потому что вот если вы посмотрите, вот платная парковка альтернативная, ну как видите, народ не пользуется спросом у людей наших. В процессе эвакуации на нарушителях составляют протокол о задержании транспортного средства и оформляют даже в отсутствии водителя с участием двух понятых. Эвакуированные автомобили вывозят на специализированную стоянку. Информацию о задержанных машинах можно узнать по телефону 3-30-19, а также на официальном сайте администрации города. Первый час хранения машины на штрафстоянке бесплатный. Затем действует тариф 25 рублей в час. А за перемещение транспорта на штрафстоянку предусмотрен тариф 2225 рублей. На вас идет фотоохота. По инициативе депутата станицы Анапской Светланы Хижняк на стихийной свалке по дороге на даче работает группа фотоспецназа. Нарушители порядка не видят разведчиков, но зато в группе наблюдения хорошо видны номера автомобилей и лица тех, кто ежедневно сваливает горы бытовых отходов на обочину. Свалка здесь запрещена, но это, как выяснилось, никого не останавливает. Привычка вторая натура. Наглость второе счастье. Привычная наглость счастье в натуре. Видимо, люди счастливы наблюдать горы мусора, проезжая утром на работу. И продолжают выбрасывать мусор, даже не выходя из машины. Вечером возвращаются домой и уже через свалку на обочине трассы. Казалось бы, приличные с виду люди на дорогих машинах, а ведут себя как дикари. Да еще и рассуждают потом, сидя в уютном салоне с кондиционером, какой вокруг бардак. Хотя начинать следует с себя. Тогда и кризисы пройдут сами собой, как головная боль. И наступит время чистоты в душе и вокруг. Эх, как же вы правы, профессор. Разруха не в плозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!» Я смеюсь. Бей богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации, разруха исчезнет сама собой. Мы умышленно не скрываем лица и номера нарушителей. Пусть на героев посмотрят их знакомые и соседи. Может быть, кому-то станет стыдно, что из-за них красивая дорога на даче превратилась в настоящую свалку. Может быть, героями репортажа заинтересуются руководители на работе и службы или экологи и полиция, чтобы неповадно было. Каждый труд должен быть справедливо оплачен. В противном случае он превращается в эксплуатацию. Руководители предприятий и должников по зарплате предстали перед краевыми и муниципальными властями. И на селекторном совещании отчитались, как собираются погашать задолженности. Провел заседание вице-губернатор Кубани, министр финансов Иван Перонко. Объем долгов по зарплате на Кубани намного ниже, чем в других регионах страны. На 1 мая, по данным статистики, официальная задолженность была более 21 миллиона рублей. Но системная работа по погашению зарплатных долгов на предприятиях края принесла свои результаты. Они снизились на порядок. На 1 июня задолженность снизилась до 2,5 миллиона данного состава. Только за период 2014 года мы в результате совместной работы и прокуратуры, органов исполнительной власти края, наших инспекций, в общем-то погасили задолженность по зарплате в объеме 308 миллионов рублей, в том числе на предприятиях, которые находятся в стране банкротства, 140, больше 140 миллионов. В Крае работают с латентной задолженностью по заработной плате. Выявляют в результате мониторинга, который ведут краевые и местные органы власти. В регионе формируют единый реестр предприятий-должников. Министерство экономики края аккумулирует информацию о всех краевых и муниципальных органов власти, государственной инспекции по труду и правоохранительных органов. На сегодня у нас латентная задолженность отмечена в 135 организациях, на действующих предприятиях задолженность 240 миллионов, на тех предприятиях, которые находятся в тех или иных стадиях банкротства 457 миллионов. Особо, конечно, надо обратить внимание по задолженности на предприятиях, которые участвовали в строительстве и сейчас участвуют в эксплуатации олимпийских объектов. В Анапе на 16 июня задолженности по зарплатам на действующих предприятиях муниципального образования нет. На курорте три предприятия в стадии банкротства. Витязевская птицефабрика, дирекция строительства Анапского комбината и русская лоза. По каждому намекте план мероприятия. Если в июне, допустим, по русской лозе заканчивается оценка основных средств, то отслеживайте ситуацию. Наша задача. Конечно же, лучше всего продать одним купленным средствам. За счет средств от продажи имущества будет полностью погашена задолженность по заработной плате. 8 миллионов 200 тысяч рублей. Особое внимание к тем руководителям, которые не оплачивают налог на доходы физических лиц. Если сегодня НДФЛ не оплачивается, то это должен быть первый звоночек уже. У нас такие предприятия есть. То есть там либо идет укрытие, знают, что плановая проверка через полтора года придет, либо не о чем платить. Успех в борьбе с неплательщиками заработной платы зависит от того, насколько быстро контролирующие органы узнают о задолженности по заработной плате на предприятии. Информацию можно сообщить по телефонам горячей линии в Краснодаре и в Анапскую межрайонную прокуратуру. Продолжаем выпуск. За чистую территорию и акваторию Большого Утреша. На полуострове прошла экологическая акция. Представители клуба «Акваглобус», пара «Дайверы», сотрудники фонда «Доступная среда» и «Кока-Кола Хилейн» убрали мусор в заповедной зоне. Экологический проект «Зеленые команды Кока-Кола Хилейн» реализуют на территории России уже более 10 лет. Команда компании проводит различные мероприятия, улучшающие в регионах экологическую обстановку. В этом году впервые совместно с дайверами города Анапа и фондом «Доступная среда» мы реализуем этот проект на территории побережья. Такое же аналогичное мероприятие у нас будет проходить в городе Сочи и сегодня вот на территории Утрешеского заповедника здесь, в Анапе. В очистке пляжной территории морского дна от бытового мусора участвовали неравнодушно анапчане-волонтеры. Отличительной особенностью анапских «Зеленых команд» стало участие дайверов. При поддержке фонда «Доступная среда» свою экологическую сознательность смогли проявить и пара дайверы. Шесть человек с ограниченными возможностями здоровья погрузились под воду и двое убирались на берегу. Основная цель нашей акции, этой акции, во всяком случае, показать, что у людей различий нет. Дети, пенсионеры, домохозяйки, директора производства своих, инвалиды – все люди совершенно одинаковые и все с удовольствием помогают родному, любимому городу. К «Зеленым командам» присоединились гости курорта и анапчане. 40 человек собрали порядка 20 мешков мусора. Дайверы погрузили собранные мешки на катер, который доставил мусор на берег. Помимо ощущения, как рыба в воде, во время погружения пара дайверы получают дозированную циркуляцию легких, улучшение кровообращения, обмена веществ и температурную адаптацию. Это единственная среда, где человек-инвалид, особенно колясочник, может обходиться без коляски. Расслабление всех групп мышц идет, хорошая капилляризация сосудов, у них психоэмоциональное состояние. Когда долго не ныряют, они даже нервничать начинают. Анапский парадайвер Никита Ванков два года назад стал первым инвалидом в России, который получил сертификат международного образца на дайвинг. Никита, который вследствие компрессионного перелома позвоночника, полученного в детстве, вынужден передвигаться на инвалидном кресле, прошел полное обучение по программе и успешно выдержал испытания на открытой воде. Конечно, нужно убирать и город, и курорт. Столько людей приезжают, и многие за чистопой не следят. Море у нас одно, природа у нас одна, мы должны следить за ней. Акция прошла хорошо, над ней мы нашли и бутылки были, и пакеты разнообразные. По всей стране зеленые команды «Кока-Кола Хеленик» выходят на борьбу с мусором, подавая хороший пример окружающим. Своими действиями показывают, что значит ответственное отношение к природе и забота о будущем. К спортивным новостям. Пока вся страна болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу, анапчане несут двойную службу. Болеют за сборную и за футболистов клуба «Анапа». В поддержку всех любителей футбола в «Анапе» на стадионе «Спартак» прошел спортивный фестиваль. Лариса Басова продолжит тему. Открытие турнира по футболу среди дворовых команд на кубок губернатора Краснодарского края прошло на спортивных площадках города-курорта. На участие в муниципальном туре подали заявки более 30 команд. На стадионе «Спартак» участников краевых соревнований приветствовали почетные гости и организаторы турнира. Все знают, с каким счетом сегодня сыграли наши команды. Молодцы! Вот я вижу, что вы действительно отслеживаете игру нашей сборной команды России. И я, безусловно, не сомневаюсь в том, что вы болеете все за то, чтобы наша команда заняла ведущее место или была в числе призеров на чемпионате мира. После торжественного открытия был дан старт. Игра проходила одновременно на двух площадках. Городская футбольная команда «Виктория» встретилась с командой Субсевского сельского округа, призером этого турнира прошлого года. Мы в том году играли, заняли второе место, в этом хотим уже первое занять. Три команды по трем возрастным категориям, под одним названием «Ника», выступают от станицы Анапской. Все как один мальчишки смотрят матчи в Бразилии, учатся у мастеров футбола и, конечно, мечтают о победах на полях спортивных сражений. Мне очень нравится сборная Бразилия, потому что они очень техничные, они как бы пять кубков уже выиграли чемпионаты мира. Ну и в обязательности, конечно, за наших русских. Смотрел будет матч сегодня в 2 часа ночи, 1-1, неплохо сыграли. Я хочу в российские команды «Зенит», я хочу в сборную потом попасть. У нас очень сильная команда и мы надеемся забить очень много и занять первое или второе место. Первый этап турнира продлится до конца июня. Победители будут представлять дворовые команды города-курорта на втором зональном туре с 1 по 8 июля. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 19 июня, в Анапе будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 20-21, ночью до плюс 19 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48-300 и 48-333.